Христиане, проповедники, пришли в это место разврата, в Содом и Гоморру, чтобы людям рассказать о Суде Божьем, который придёт на этот мир за всё, что делается, чтобы они знали, что Христос пришёл и умер за грехи людей, и воскрес, и всех зовёт с покаянием. Когда Иисус был в доме в одном месте, пришла одна женщина, известная в городе блудница, как называют, проститутка, и она распустила волосы, плакала, на ноги Христа и волосами отирала. И Господь говорит, иди, иди, говорит, и впредь не греши, иди, говорит, и впредь не греши. А люди возроптали, такую грешную, она к тебе прикасалась, он говорит, больные имеют нужду во враче, они здоровые. Вот так. Эй, всё что ли? Я думаю, вы Библию целую расскажете. Мы должны всё знать, потому что это Библия, будет суд Божий за всё. Здесь в интернете, вот это, в интернете говорю, в чате рулетки, 50%, наверное, голые валяются, творят блуд, анонизмом занимаются. И процентов 90% мусульмане. То есть самое гнусное, прелюбодеянное, всё собралось сюда. А вы что здесь делаете, расскажите? Я уже делаю, я с вами делаю, я вам свидетельствую, всё непонятно. Мне 81-й год, я проповедник, за слово Божие я отсидел в пяти тюрьмах. Я заплатил за это, дорогую цену. И вы можете... Свободой. В пяти тюрьмах то, что вы отсидел? Да. Теперь я реабилитирован, как политзаключённый. Вот если вы пожелаете найти, у вас пробудется сердце и скажете, вот я встречалась, человек верит. Вы меня найдёте в скайпе, Игнатий Лапкин. Два слова только зарядите. Если желаете узнать, какие ресурсы, вот у меня Ютуб канал есть. Большой, огромный канал. 18 тысяч... Он называется подписчиков 44 тысячи и 44 миллиона просмотров. У меня 18 тысяч 400 роликов. Ничего себе жалко. Вы зайдите, он называется «Во свете Библии». Он тоже пьёт. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, меня звать так. И вы зайдёте на наш Ютуб, не пожалеете. А что вы мне ещё расскажете? «Во свете Библии» канал, заходите, там всё есть. Вы просто реформируете себя здесь, видите, что ли? Ну, я вам сколько сказал, вы только без руганий, чтобы не ругались. Я не ругаюсь, я вас слушаю. Хорошо. Просто расскажите мне. Так, лично у вас какие вопросы есть? О душе, о вечности. Вы почему здесь сидите? Я же ответил вам, чтобы мы пришли к больным, врач, сказать, что будет, если люди не исправятся, они придут ко Христу. Ждёт гиена огненная, сатаной бесконечно мущится в огне. А вы не дрочите здесь? Так, всё, заходим, уходим. Вы оставайтесь пока. Наоборот, подойдите поближе. Познакомимся. Мы пришли сюда с великой миссией, Слово Божие, чтобы люди жили для Бога, не безобразничали, не блудничали. И нам есть, что ответить. Вам будет всё интересно. У нас огромные ресурсы. В Ютубе свой канал. Называется «Во свете Библии». Там наших роликов, только наших, 18 260. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Там ни одного аборта, ни развода нету. И мы всё снимаем. Я начальник детского лагеря был, сам основал лагерь. 48 лет. Это всё заснято. Так, ну-ка, уходи. Закрыл. Уходи, уходи. Хозяин. Вон он где. Почему вы здесь сидите? Так, погромче только. Микрофон далековато у вас. Поближе. Я не слышу ничего. Почему-то у вас плохо слышно. Поближе надо как-то, я не знаю. А вы многодетная семья, я смотрю, да? Да. Вы сейчас два слова запишите где-то. Я нахожусь в Барнаул, город, Алтайский край. Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Так вот, два слова, если Игнатий Лапкин вы запишите, по скайпу меня сразу найдёте. Я один на весь интернет. А Ютуб называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот зарядите. «Во свете Библии». Я там отвечаю студентам в университетах на 4124 вопроса. Вам будет очень интересно. Вы увидите, как у нас молятся, как одеты женщины, какие у нас мужчины. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Спасибо. Хорошо. До свидания. Нашли? Да, да, да. Ну, посмотрите. Мы пришли сюда с великой миссией, которую нам Бог поручил. Ознакомить людей с волей Божией и Святой Библии. Что ждёт людей, когда они безобразничают здесь? Что Иисус Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания, и веруя в Него, имея жизнь вечную, а без Бога Гиена Огненная с дьяволом. И вот если какие у вас будут вопросы, вы можете задать. Хорошо. О душе, о вечности. У нас большие ресурсы, свой YouTube-канал есть. Это не просто канал, а равных ему в интернете нет. 18 260 роликов наших. И общий просмотр 44 миллиона. Называется «Во свете Библии, Игнатий Лапкин». Зарядите. «Во свете Библии». Как ещё раз? «Во свете Библии, Библия». Вот это вот свет от неё идёт. «Во свете Библии, Игнатий Лапкин». Это я. Меня по скайпу найдёте с этим именем сразу. Я один на весь интернет, Игнатий Лапкин. «Во свете Библии, Игнатий Лапкин». Открылась? Да, да, вот вижу. Ну сколько там подписчиков? 44 тысячи. Понятно. И 44 миллиона просмотров общего. У нас есть сайт, форум. «Вы сейчас в нулятке сидите?» Да. У нас всё снимается везде. И поэтому мы ничего не лепим. А вот как ездят, так и есть. Как деревню строим православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни разводов нету, ни абортов. С нуля всё делается. Государство не помогает. Храм построили, школу государственную. Дороги делаем. За свой счёт скотину разводят. И вам будет всё очень интересно, как молодому человеку. Вас как звать-то? Вас как звать? Артемий. Артемий. Минуточку. Что ты... Я выписывал, сейчас посмотрю. Это не что. Так, что же... Куда-то заделась бумага. Сейчас я календарь посмотрю. Вот у меня календарь церковный. Я к чему это говорю? Это я не случайно ищу. Чтобы человек старался соответствовать своему имени. Вот теперь смотри. А, Б, Б... Сейчас, сейчас. Артемон, Артемий. О, греческое слово означает здоровый. Здоровый. Вот таким будь здоровым. Никакой елище... Да, метод девяносто восторг. Да, такой... Соответствую этому назначению. Ни с какими еретиками не знайся. С разными блудниками и прочее. А Денис? А Денис? Что значит? Вот если у вас есть вопросы духовного содержания. Вопросы о жизни, о вечности, о смерти. О будущих судьбах России и мира. Можешь спросить? А можно спросить за счет имени Денис? Да, Денис и Илья. Бог моя крепость. Это еврейское слово. Бог, Бог моя крепость. Бог мелость. А Дениси, это... Денис, Дениси. Это божество такое было у язычников. Оно так и перешло сюда. Перевод не дается. А что у нас на заднем плане, там, слева? Повтори еще разок. На заднем... А, ничего. Мне показалось. А о мире что будет? Да, да. Денежная система исчезает полностью. Границы стерты. А одно государство на всем земном шаре будет. Столицей мира будет ни Москва, ни Вашингтон, ни Пекин. А какая? Иерусалим. Иерусалим еврейский. Это маленькая такая страна-то. Но именно так написано в Библии. Это я не выдумываю. И там будет... Там у них большая меща, там, Аяк, как это называется. На том месте будет храм. И у них будет правитель. А еврейский народ разбивается на 12 колен, на 12, как бы, регионов. Но это неправильное название региона данного колена. Из его колена выйдет правитель. Это все известно уже. И будет он царствовать 3,5 года, 42 месяца. Это 2000 лет назад уже предсказано было. Москва будет сожжена в один час. Не то, что я хочу... А что с Украиной будет? А? А что с Украиной будет? Что-то я не могу понять. Еще, повторите. Украина. Про Украину ничего нету. Нету ничего. Это один народ был. Украина, русские, белорусы. Это искусственно разделили масоны. А молодежь-то вся клюнула на эту удочку. Потому Киев, говорит, мать всех городов Киев. Это украинский город. А Россия? Вот, а Россия определенно сказана. Она примет участие очень в больших делах. Войска двинутся близ Иерусалима и там погибнут. Так объясняется по святым отцам. Что интересно, присутствующий на Нюрнбинском процессе писатель Илья Эренбург, я, говорит, впервые узнал, говорит... А Россия исчезнет? Определенно слова нет, Россия. Она написана Роша. А Россия – это Раша. Он говорит, я впервые узнал, что она означает. Князь Роша, Мишеха и Фувала. Ну, не знаю, тут такого я не считал толкования, но похоже. Потому что в Библии многое надо не своим умом разрешать, а как святые отцы. А вот сектанты... А почему все связано с Иерусалимом? Не понял. Почему все связано с Иерусалимом? Ну, про Иерусалим написано очень много. Это... Ну, то, что там начнется, можно сказать, конец. Вся мировая политика вся столкнется на Иерусалиме. Не на Москве, не на Нью-Йорке. Потому что на земле... Ну, это сейчас устаревшие у меня данные. 2896 наций на речи. У вас там вверх на левом углу кот вылез. Да. И вот из всех народностей Господь избрал Авраама. От него пошел еврейский народ. Если ты хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, благословение, никогда не ругай этот народ, не проклиная, благословляй. И ты будешь благословлен. Еврейский народ пальцем не трогай. Я русский, но я знаю это, и поэтому у меня все так идет. Даже придумать нельзя, как Бог делает. Удивительно. Мы деревню строим православную. Вот я начальный детского лагеря. 48 лет практически уже. 45,3 в ином формате. А сколько вам лет? А? Сколько вам лет? Мне 81 год. Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барново, Тайский край. Вот если вы зайдете в Ютубе канал, называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Я его забил, я видел. Вы такого нет канала больше. «Во свете Библии...» Ютуб-канал. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Да, да, я нашел вот. Ну и что там? Канал «Во свете Библии» открытым... О, правильно. Правильно. Вот видишь как, ты здоровый, и у тебя нормально будет приниматься, истина. Никогда не гляни на разворотителей, а не знайся с ними. «А если я плохо учусь в школе?» Я знаю, сколько лет-то? Именно с чего? Плохо учусь в школе? Сколько тебе лет? Возраст твой какой? Мне 15. Ух ты! Молодец какой! Ну, вы сейчас новое поколение, то видите, знаете, больше тут. Ну, у меня есть сайт. Сайт. Сайт это через Google искать надо. Точно так же называется. «Игнатий Лапкин. Во свете Библии». Там ты найдешь 43 книги моих, мной написанные. Да. 20-38 в бумажном варианте. Там государственные фильмы у нас снятые. Там огромный материал. 50 книг аудио моим голосом насчитанные. 50 книг. Даже вообразить невозможно. Это Бог делает так. Это не мое все. Там у меня 4 тома моих стихотворений. В каждом томе 800 страниц. И каждое стихотворение 36 строчек. Эпиграф из Библии взятый. Если мы молоды, вам это все сгодится. Материалы, они не имеют аналога в мировой литературе. Вот, допустим, стихотворение 36 строчек. И напротив каждой строчки стихи есть. Указана, откуда взята мысль. Какая книга Библии? Глава и стих. 36 раз надо открыть Библию, чтобы понять, как написано. Вопросы, если есть, Артемий, давай. А если нет, то будем, наверное, расставаться. Вот есть такая... Скайп, по скайпу разговаривает. Вот по скайпу зайдешь. Я один там на этой, Лапкин и Игнатий. Мое имя только запомни. Да. А вот что значит, что значит, например, пришельцев? Как? Про пришельцев. Про экстрасенсов? Нет, пришельцев, пришельцев с другой планеты. Что-то никак не могу ухватить. Столи так, потихоньку... Не шевелись, потихонечку. Ты еще раз... Пришельцев, пришельцев с другой планеты. Я так не могу. Про церковь? Нет, про других, ну, из другой планеты. Существа. Про чудеса? Чудеса какие? Да, да, да. Про другие существа. Ну, какие, смотря какие чудеса. А вот как человек спит, у него сон. Сон бывает трех видов. Сон трех видов бывает. Бывает от Бога, бывает... А? Про инопланетяны говорю. Ну, я не знаю, даже не совсем понимаю, о чем речь идет. Нет. Если чудеса какие, они нам не нужны, потому что с другой... А ты имеешь в виду что? Планеты. Нет таких планет. То есть планеты есть, жизни нигде больше нету, только на Земле. А дальше Господь берет души, там есть. Нигде нету этого. Это все обман. Господь творил шесть дней. В шестой день Адам и Еву сотворил, а в седьмой пощил отдел своих пришельцев. Планеты. Видишь, как трудно мне было понять. А так хорошо. И нигде людей нету. Когда Адам с Евой согрешили, то умерло за этот грех уже больше ста миллиардов людей на Земле. Вот Адама сотворил Господь. И до Рождества Христова прошло пять тысяч пятьсот восемь лет. От Христа до наших дней две тысячи девятнадцать. Можно вопрос? Да. А люди перейдут на другую планету? Ничего не написано. А зачем это нужно? Во-первых, нигде атмосферы нету. Предположения, что что-то есть на Венере, не подтвердились. Про Марс. Ну, а про Марс, во-первых, не долететь никогда. А там температура бывает, говорит, то, что у нас горит в одно мгновение, и холод до ста градусов. Так что... Ну, это предположение всё. Это только спектральным анализом узнают. Ну, ладно, спасибо. Я дальше полетел. Да. Ну, вот так. Будут вопросы. По скайпу меня найдёшь. Скайп. Запомни. Игнатий Лапкин. С Богом, Артемий. Храни тебя, Господь. Нигде не знайся с дурными товарищами. Оденься. Раздевши не будь. Не гляди на них. Это разбратники так людей поставили. Зачем ты душу корёжить будешь? Женщина хорошая здесь не будет тело показывать. Мужчина тут занимается, ужасно сказать, и анонизмом, и всем. Это нельзя делать. С Богом.